19-е столетие. Российская империя. Золотой век русской нации. Научное и культурное достижение мирового значения. 19-й век стал столетием четкого формирования и всемирного триумфа национальной оперы, балета и симфонии. Православная церковь имела весьма продолжительно ключевое влияние на искусство в государстве, в связи с чем в России долгое время не было запроса на развитие скульптуры, так как это ассоциировалось с идолопоклонничеством. А также в православной традиции в церковном пении существует запрет на использование инструментального сопровождения, соответственно не было запроса на развитие инструментальной музыки, в том числе симфонии. Как некоторые считают, что нет дыхания, нет жизни. Субтитры создавал DimaTorzok ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Дмитрий Степанович Бортнянский, кроме творения в XVIII веке множества церковных произведений, сонат, маршей и ряда иных направлений, создал не менее шести опер. Первая из них была сочинена в 1778 году. Дмитрия Степановича можно назвать первым среди русских симфонических композиторов, творившего, по сути, в общеевропейских традициях. В частности, он многое вобрал от итальянской школы. Но такой академический стиль все же еще не раскрывал глубины русской души и не цеплял за самое сердце. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Всемирно известным стали все три балета Чайковского, которые также способствовали в полной мере развернуть красоту русской балетной школы. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА